Добрый день, дорогие друзья! Как вы уже заметили, я не часто вылаживаю посты в свой инстаграм. Только ту информацию, которая меня сильно задевает, или я считаю, что я обязан поделиться с людьми. Вчера я не мог заснуть до поздней ночи, и вот утром в 5 проснулся от выпьющего чувства несправедливости. В интернет-изданиях я прочитал, что завели уголовное дело в отношении руководителя тушения пожаров в Невобачанском наследии. Все бы ничего, что нашли крайнего, виновного и будут наказаны. Но если бы я не был членом КЧС района. 31 мая прошло очередное совещание КЧС, где участвовали руководители, члены, в том числе и я, и руководители пожаров в тушении Невобачанского наследия. Руководитель этот показывал на карте и говорил, что надо делать, чтобы отогнать огонь от поселения. И какие меры нужны, какая техника нужна, сколько людей нужно. Пожаронадзор, спасатели в один голос, да и мы в один голос говорили, что надо в районе ввести ЧС. Только тогда мы можем привлекать авиацию и больше сил из республики. На что мы получили удивительный ответ. Председательствующий Андреев Алексей со статусом главы района сказал, что у него таких полномочий нет, и он не может такой документ подписать. Это было, друзья мои, еще раз отмечу, 31 мая. Ситуация уже тогда была критической. Уже огонь подходил, был недалеко от поселения, 3-4 километра. Это была красная линия. А у нас ни председателя, ни заместитель председателя, КЧС не было, которые принимали решение. Ну, по решению, да и по инициативе своей, тогда было принято решение, что город Нюрба, то есть мы должны поехать в Нюрбачан, ой, Нюрбачан, и Куньбаде, и там быть полезным. Я взял водовозку, фермер, крыло, ранцы, лопаты, и мы с двумя группами поехали к Нюрбачану. Нас встретил Яков Евгеньевич, на велюе стоял только один паром. Нас переправили, нас встречал Яков Евгеньевич и сказал, основные силы работают далеко, рядом с Арнастахом, давайте, ребята, вы помогите здесь, рядом с поселением, с селом, есть очаги возгорания, которые потушили, но при дневном обходе были очаги тления и возгорания. И мы поехали, да, мы нашли четыре очага, которые грозили разгореться сильно. Тогда еще ветров особых не было. Мы потушили эти очаги. Я считаю сегодня, что это было очень мудрое и хорошее решение главы поселения Яков Евгеньевича, потому что на следующий день начались ветра, и ветер дул как раз в сторону села Куньбаде. На обратном пути, когда все это дело мы потушили, на обратном пути на реке стоя уже встречал нас два парома. Вопрос был, откуда появился второй паром. И мы получили еще один удивительный ответ. Паром был напротив Антоновки. Встречал нашего главу района, нашего барина, с охоты. Занавес. Друзья мои, такая же ситуация была 18 мая, когда заместитель главы принял решение ввести ЧС или хотя бы особый противопожарный режим в районе. на завтра приехал с охоты наш глава района и отменил это решение. Сказал, что люди должны охотиться. Я бы понять не могла. Охот у нас важнее пожаров, жизни людей. И после этого, подумайте, так ли виноват руководитель потушения пожаров, и на него ли надо возбуждать уголовное дело по статье халатности. Я абсолютно уверен в объективности наших следственных органов и прокуратуры, потому что очень часто сам сталкивался и доносами, и заявлениями, и несколько раз пытались возбуждать на меня уголовное дело. И всегда следственные органы и прокуратура была сильно объективны. Всегда. И находила самое правильное решение. Я убежден, что и в этот раз наши следственные органы и прокуратура еще больше объективно посмотрят на данную ситуацию. Не может один руководитель потушения пожаров быть виноватым ЧАЭС всего района. Ведь даже после приезда 1 июня документ о распоряжении о введении ЧАЭС было подписано только 4 числа. Только 4 числа. Когда уже огонь подошел к населенному пункту, уже в Хангаласах, тушили уже во дворах. Только тогда подписали и авиация смогла прилететь на помощь нашему району. Я знаю, что вас предпримет мои оппоненты. Начнут менять протоколы, начнут уговаривать людей и высказываться по-другому, начнут заставлять людей молчать. Всех. Всех, да не всех, честь имею. Субтитры сделал DimaTorzok